В Ульяновской греко-римской борьбе Александр Безручкин величина в прямом и переносном смысле. Свои многочисленные награды на самых престижных международных и отечественных стартах он завоевал среди тяжеловесов. И сейчас, когда спортивная карьера давно позади, он занимает ответственный пост директора регионального центра спортивной подготовки. Ну как борца, я отвечал смелость, дерзость. Целесрумленный был. С самого начала ставил себе цель добиться максимального результата. Василий Вразовский – один из самых почетных гостей турнира. Это под его руководством Александр Безручкин стал борцом мирового класса. Ныне наставник наблюдает за молодым поколением борцов, надеясь увидеть в них новых Безручкиных и Константиновых. Выбор большой. В пятом турнире на призы заслуженного мастера спорта участвует 200 спортсменов. Из Москвы, Мордовии, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Пензы. И такие соревнования – это просто-напросто еще один лишний старт, еще обмен опытом и проверка наших спортсменов именно на этих соревнованиях. Тренеры сделают какие-то выводы, посмотрят, какие ошибки. Мы будем работать, стараться исправлять эти ошибки. Это очень хорошо, что в нашем регионе этот турнир есть. Большинство участников пятого турнира на призы Безручкина – ульяновцы. Они борются за самые высокие места. Среди претендентов – братья Шамсудиновы, представители семейной борцовской династии. Их отец – Назир Шамсудинов – мастер спорта международного класса. От стать отцу выступают и сыновья, побеждая одного соперника за другим. Соперник был жестким, он жестко стоял, но приемов он не делал. Он не забирал руки. Правда, взять главный приз Шамсудинову-младшему не удалось. Он стал серебряным призером в своей весовой категории. Зато Назар Шамсудинов – первый. Также побед в турнире добились ульяновцы Максим Токарев, Александр Горелов и Никита Канунников. Еще в копилке ульяновской команды пять серебряных и семь бронзовых наград. Михаил Рассашанский. Новости ульяновской правды. 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 Новости ульяновской правды.